Приветствую! Если кто-то из вас подумал, что мол вот очередная кликбейтная картинка в интернете, то смею вас заверить, это не так, это не просто кликбейт. В действительности на сегодняшний день людей, которые имеют вилл, могут призывать на службу в армии во время мобилизации. Это прямо предусмотрено в нормативно-правовых актах. И, как всегда, я свои слова буду подтверждать, собственно говоря, этими НПА. Давайте их и посмотрим. Сейчас мы на сайте Верховной Рады Украины с вами и видим положение ОВЛК. Это положение было утверждено наказом МОУ номер 402. Вот этот наказ за 2008 год. Это тот самый наказ, в котором Министерство обороны Украины указало те критерии, по которым ВЛК определяет, человек пригоден к воинской службе, непригоден к воинской службе, ограниченно пригоден, либо временно непригоден. То есть, именно в этом приказе собраны те диагнозы, те болезни, по которым не призывают на службу в армию. Либо призывают. И вот давайте посмотрим, что же здесь написано про ВИЛ. Вот мы найдем быстренько вот так. Статью 5. Есть статья 5, в которой указано, что именно по этой статье призывают, либо не призывают людей, у которых есть болезнь, зумовлена вирусом иммунодефицитом людины ВИЛ. ВИЧ. И видим, что по пункту А этой статьи хвороба повинна бути зумовлена ВИЛ и супроводжуватися инфекционными паразитарными хворобами, злоякисными пухлынами та иншими уточненными хворобами. То есть, когда это не просто ВИЧ, а он усложненный. И тогда человек будет непригоден к воинской службе с исключением с учетом. Дальше. Пункт Б. Хвороба зумовлена ВИЛ, яка супроводжуется иншим станом. То есть, здесь какие-то другие есть осложнения, которые не указаны в пункте А. Ну и здесь уже, как мы видим, непригодность или ограниченная пригодность определяется индивидуально. То есть, человек может быть ограниченно пригоден. Ну и пункт В. Самое интересное, да. Бессимптомное носительство ВИЛ. То есть, человек является носителем ВИЧ-инфекции и, что мы видим, придатность до військовой службы. Або обмежена придатность вызначается индивидуально. Вот по пункту В человек с ВИЛ может быть пригоден к воинской службе. Вы вдумайтесь в это. Человек, у которого есть ВИЧ, может быть полностью пригоден к службе в армии. Почему я решил поднять эту тему? Мы все прекрасно понимаем, что такое ВИЧ и насколько это серьезно для человека. Насколько это губительно. И при этом человек, имея ВИЧ, может быть пригоден к службе в армии. Его могут мобилизовать сейчас во время военного положения в Украине. Как мне кажется, это такой яркий пример для понимания того, насколько невероятно жесткие критерии, по которым работает ВЛК. Мы с вами прекрасно знаем, слышали, в сети читали о том, что призывают безногих, безруких, хромых, косых, кривых и всех. И мы очень часто говорим, что это, мол, вот врачи там сидят такие, звери, мол, они ни на что не смотрят и прочее. Вот здесь я вам хочу показать, что вопрос не во врачах конкретно. Вопрос даже не в тех людях, которые принимают решения. Вопрос в том, что изначально государство прописало просто невероятно жесткие критерии пригодности к службе в армии. Вы вдумайтесь еще раз, человек с ВИЧ пригоден к службе в армии, либо может ограниченно пригоден. И только в тех случаях, когда у него там просто невероятно тяжелые последствия этого заболевания, его уже признают непригодным. Соответственно, друзья, вы еще какой момент нужно понимать. Из-за того, что вот такие жесточайшие критерии, инвалиды, инвалиды третьей группы, инвалиды второй группы, очень часто удивляются, мол, как это так? Я инвалид, у меня вот все документы есть о том, что у меня есть инвалидность. Я прихожу на ВЛК и мне говорят, ограниченно пригоден. Даже те люди, у которых инвалидность второй группы, вдумайтесь. И ничего здесь удивительного нет. Это не потому, что ВЛК там не признает какие-то ваши диагнозы. Не потому, что они неправильно их оценили. А потому, что критерии у нас такие, что человеку легче зачастую получить инвалидность. Вдумайтесь в это сейчас. Человеку легче получить инвалидность, чем получить исключение с учета. Потому, что когда человек получает инвалидность, он, соответственно, получает отсрочку от мобилизации. И такой человек приходит на ВЛК, его признают ограниченно пригодным и, в принципе, могли бы призвать, если бы он не оформил инвалидность. Вот вдумайтесь тоже в это. Если ты не оформил инвалидность, то тебя могут призвать. Если ты оформил инвалидность и у тебя есть справка МСЭК, подтверждающая, что у тебя есть инвалидность, тебя уже не призовут. Поэтому, если у вас есть заболевание, ну, мы говорим здесь о серьезных заболеваниях, то вам нужно пообщаться со своим лечащим врачом. Ну, если вы не планируете добровольно идти на службу в армии, да, то вам нужно посоветоваться с своим лечащим врачом на предмет того, а не полагается ли с вашим заболеванием инвалидность. Потому, что может так случиться, что у вас есть все основания для получения инвалидности, там, ну, хотя бы третьей группы, да, вы ее не получите, вы окажетесь на ВЛК, будете признаны ограниченно пригодным и в итоге вас призовут. Поэтому советуйтесь со своим лечащим врачом. И еще хочу сделать такое напоминание, неоднократно об этом говорил, но скажу еще раз. Друзья, если вы планируете идти в ТЦК и СП, планируете проходить ВЛК, подготовьтесь к этому заранее. Потому, что может так случиться, что вам просто не дадут достаточно времени. Вашим словам никто не поверит. К сожалению, ну вот такая реальность. Это ужасно. Но это такая реальность. Вам нужно доказать, что вы больной. Ну, вот так. Поэтому, даже если вам еще не дали повестку, а тем более, если вам уже дали, вам нужно сразу бежать к врачам своим. Ну, естественно, это касается тех людей, у кого есть проблемы со здоровьем. Да, если ты молодой, здоровый, то тебя это не касается. И можно дальше не смотреть. Но если у вас есть проблемы со здоровьем, то идите к врачам, проходите сейчас обследование. Для того, чтобы, когда вы окажетесь на ВЛК, вы могли показать им, что посмотрите, вот у меня такое обследование, такое, такое, вот заключение врачей, что у меня есть такой диагноз, такой, такой. Это еще не говорит, что вас там сразу признают непригодным. Да, вам поверят, даже в эти заболевания поверят, в эти документы. Но, как минимум, когда мы подаем документы, ВЛК видит, что у человека есть проблема, они могут дополнительно направить вас в больницу на подтверждение ваших диагнозов. Это все возможно. Но, как минимум, мы уже благодаря вашим документам посеем сомнения в том, что вы здоров. Еще раз, как бы это ужасно не звучало, но это в ваших интересах доказывать, что у вас есть заболевание. Никто там может этим не заниматься. Вы можете попасть к таким врачам, которым, ну, там все равно будет. Ну, не принес документы, не принес, значит, здоров. А в слова, что у тебя там что-то болит, они же не поверят, понимаете? Поэтому, друзья, проходите обследование, готовьтесь заранее к прохождению ВЛК. Если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где есть дополнительная полезная информация, которую я в свете формата, да, ютуб-канала не выкладываю здесь, но размещаю ее, соответственно, в телеграм-канале. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.